Друзья, всем привет! Как и обещал, мы будем готовить пойманного карпа. Значит, соскучились мы по рыбе. Я, конечно, готовить не умею. Меня этим занимается Ира. Я только ловлю. Ну, карп был пойман, вы все видели. Сегодня мы его приготовим. Значит, что? Для того, чтобы приготовить карпа в духовке, нужна приправа к рыбе. Значит, в приправу входит чеснок, лук, дальше всякие травы. В общем, любую приправу по вкусу можете, в принципе, взять сами. Любые травы, которые вам нравятся. Соли тоже берем по вкусу. И сметану. Значит, сейчас мы будем по порядку рассказывать, показывать, что мы делали и как мы делали. Значит, так, друзья. Карп у нас зеркальный. Или еще на него говорят голый. Чистить его практически не надо. Мы его предварительно выпотрошили. Он уже у нас потрошенный. Я это все показывать не буду. Я думаю, как выпотрошить карпа, каждый сам знает. Взяли приправу, обмазали, соли, так же само посолили. Каждый солит по вкусу. Посолили. Он сейчас уже у нас подготовлен. Значит, посолили мы его два часа назад. Он полежал у нас в холодильнике. Немножко просолился. И сейчас уже готов до того, чтобы начать процесс приготовления. Так, ну вот у нас Ира начинает. Сейчас Ира обмажет его сметаной. В принципе, можно обмазывать сметану и с чесноком. В общем, каждый по вкусу это все делает. Мы взяли приправу, в которой уже был чеснок. Поэтому сейчас просто Ира обмажет карпа сметаной. Вот. Полностью со всех сторон, внутри. Сметана 18% можно любую сметану. То есть. Дальше мы берем рукав для запекания. Специальный рукав. Эти рукава продаются в любом магазине. Для запекания как мяса, так и рыбы. И помещаем нашего карпа в этот рукав. С одной стороны наш рукав уже завязан. И завязываем нашего карпа в рукаве с другой стороны. То есть получается он у нас полностью с двух сторон завязан. Завязываем. Все. Включаем духовку. Температура в духовке должна быть где-то 180-200 градусов. При такой температуре очень хорошо пропарится. И будет просто таять во рту. Ну что, духовка разогрета. Можем отправлять нашего карпа в духовку на один час. Пока наш карп готовится в духовке, мы приготовим что-нибудь вкусненькое к нашему карпу. Ну что, друзья, наш карп готов. Прошел час. Будем его доставать. Если запекать его в духовке, карп получается очень сочный. С жареным карпом не сравнить с запеченного карпа. Открываем аккуратно нашего карпа. Достаем его с рукава. Вот он такой получился. Наш карп готов. У нас сегодня шикарный ужин. Всем рекомендую этот рецепт. Очень просто, быстро и очень вкусно получается. К карпу будет у нас вино и картофельные крокеты с грибами в середине. Всем приятного аппетита. Ловите карпу, выходите почаще на рыбалку и будет у вас такой шикарный ужин. Всем пока-пока. До встречи на канале.